Девушки отдыхают Покажем мужчину, который среди ночи пытался отобрать у прохожего телефон, ложился на машину, разговаривал с квасной бочкой и ломился в закрытый молочный киоск. Что он там дергает? Что он там дергает? Он в течение часа это дергает. Очевидцы вызвали полицию. А также угон иномарки под камерами видеонаблюдения. Со слов потерпевшей она оставила свой автомобиль на парковке, а через некоторое время не обнаружила его на месте. Спасение утопающего полицейским в тайне от всех. Я кинулся к реке и увидел тонущего местного жителя. Не раздумываясь, я кинулся в воду. Все это прямо сейчас. Два человека погибли, трое среди которых два ребенка пострадали сегодня в результате страшной аварии в Мензелинском районе Татарстана. В 15 часов 36 минут 42-летний водитель Форда Фокус, по предварительным данным, превысил безопасную скорость, выехал на полосу встречного движения, лофлов столкнулся с грузовиком. В результате водитель легковушки и его пассажир погибли на месте. Еще трое, включая двух детей, одному 7 месяцев, второму 15 лет, получили различные ранения, были госпитализированы. 38-летний водитель грузовика не пострадал. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе почему водитель легковушки выехал на встречку. Один человек погиб, двое пострадали в результате столкновения с Шевроле Кобальт и Лады Ларгус в субботу утром. В 8 часов 5 минут на 295-м километре трассы Казань-Оренбург, 36-летний водитель иномарки, двигаясь со стороны Оренбурга в зоне действия знака «Обгон запрещен», выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой. В результате предполагаемый виновник аварии скончался на месте. 27-летний водитель отечественного автомобиля, 21-летний пассажир Шевроле, госпитализированный с различными травмами. По предварительным данным, водитель авто машины в Севроле Кобальт, 1988 года рождения, выехал на полосу, предназначенный для встречного движения, где следующий раз поддавались авто машины в аварии в аварии в управлении водительства, 1990 года рождения. В результате ПТП водитель авто машины в Севроле Кобальт от полученных травм скончался на месте. За 9 часов до этой аварии в Верхнеуслонском районе республики на 49-м километре трассы Казань-Буинск-Ульянов столкнулись две легковушки BMW и Hyundai Solaris. В результате мощного удара корейский автомобиль подбросило в воздух, после чего он рухнул на металлический отбойник. В результате 26-летний водитель Hyundai погиб на месте, 30-летний водитель BMW получил травмы. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель немецкой иномарки выехал на встречную полосу. На месте работ сотрудники госартоинспекции все подробно уточняются. Госартоинспекция МВД происходит просто напоминает о нем и косится людей правил дорожного движения и призывает всех участников дорожного движения быть против внимательными и осторожными. На улице Мусина мужчина среди ночи ломился в закрытый молочный киоск, залезал на припаркованный автомобиль, разговаривал с квасной бочкой и пытался украсть у прохожего телефон. О неадекватном поведении человека очевидцы сообщили в полицию. На протяжении часа от ударов срабатывала сигнализация стоящих рядом машин, не давая спать жителям соседних домов. А потом люди просто стали волноваться за состояние торговой точки, которая не так давно начала свою работу. Мужчина упорно пытался открыть дверь и зайти в неработающий павильон. Судя по надписи на двери перед его глазами, тот был закрыт уже пять часов. Она вышла перед сном на балкон и видела все своими глазами. Хотела даже снять на телефон, но расстояние для гаджета было слишком велико. Думала, что все закончится быстро, но шоу продолжалось около часа. Потом терпение лопнуло и она вызвала полицию. Надо было тебя снять, блин. Восьмой этаж только я не могла тебя снять. Что ты в этом ларке долбился целый час? Рассказывает и обратила на него внимание, когда у мужчины разгорелся конфликт с молодым человеком. Видела, как он сначала отобрал у прохожего мобильный телефон, из-за чего началась потасовка. Он у него телефон стер. Мальчики боролись с телефоном. Потом этот телефон все-таки тот пацан отобрал и убежал. Мужчина же остался на месте и поведение его становилось все неадекватнее. Сначала, рассказывает женщина, он разговаривал с бочкой по продаже кваса. То, что внутри никого нет, его, видимо, не смущало. Потом стал ломиться в закрытую уже пять часов дверь молочного киоска. Получается, они конфликтовали здесь двое людей. Конфликт очень хороший был. А этот второй куда пошел? Он убежал в ту сторону. А этот начал здесь цирку встраивать. Начал там прыгать, стучаться по машинам. Прыгать, по машинам стучаться. И в конце уже подошел. Здесь стучался, потом здесь на эту машину валился он. Машина несколько крат сигнал врубался. Видно, хозяин отключал машину. И в конце уже, получается, он подошел к ларьку и начал открывать дверь. Он начал долбиться в дверь. Она подумала, что причиной всему мог быть алкоголь, но спиртным от мужчины не пахло. Сам он рассказал полицейским, что пытается открыть дверь ларька, потому что очень хочет шаурму. Киоск с фастфудом находится всего в нескольких метрах, но на него мужчина внимания не обратил. Вы же тоже видели? Вы же тоже видели, что он долбился в эту дверь. Вы же здесь покупали вот эту шаурму. Видели же? Вы еще говорили, что он там дергает. Что он там дергает? Он в течение часа это дергает. Для проверки всех обстоятельств и установления состояния мужчины его доставили в отдел полиции. Материального ущерба молочному киоску он не причинил. Владельцы автомобилей, на которые он ложился, на улицу не выходили. Вероника Гайнудинова, Анвар Шерифулин, Вызов 112. То, что сделал подвигом, не считает. Уверен, так поступил бы и каждый. Он просто оказался в нужное время и в нужном месте. А вскоре о произошедшем и вовсе забыл, так ничего никому не рассказав. В отделе полиции по Елабужскому району Татарстана о случившемся узнали после звонка 69-летнего мужчины. Это был житель села Костенеево. Он благодарил участкового уполномоченного Радика Гарипова за спасение своей жизни. Вот так стражи порядка и узнали о поступке капитана полиции. Утром, выходя из дома, я услышал крики о помощи, которые доносились из реки. Я кинулся к реке и увидел тонущего местного жителя. Не раздумываясь, я кинулся в воду, вытащил его на берег, убедился, что ему помощь не нужна. Отвез его домой и вернулся на работу. Казанские полицейские в Мариел задержали мужчину и женщину, которых подозревают в угоне автомобиля. Машина принадлежит администратору отеля. Владелица транспортного средства сообщила стражам порядка, что, как обычно, приехал на работу, автомобиль оставил на парковке. Спустя некоторое время свою собственность там не обнаружила. Просматривая записи с камеры видеонаблюдения, стало понятно, как именно машина уехала без своей хозяйки, каким образом ее смогли открыть и завести, не привлекая к себе внимания. Камеры зафиксировали и самих подозреваемых. Полицейские смогли быстро установить их личности и местонахождение. В полицию по факту угона своего автомобиля обратилась администратор одной из гостиниц Казани. Со слов потерпевшей, она оставила свой автомобиль на парковке, а через некоторое время не обнаружила его на месте. Как машина уехала без нее, хозяйка смотрела на записях с камер наблюдения. Они зафиксировали, что в гостиницу зашли два человека, мужчина и женщина. Администратора в этот момент за стойкой не было. Она вышла. И воспользовавшись этим, женщина заглянула на ее рабочее место, увидела лежащие на столе ключи от машины и забрала их. Пара тут же вышла на улицу, саму машину нашли с помощью сигнализации, за руль сел мужчина, после чего они быстро уехали. Подозреваемых вычислили. Ими оказались 27-летний мужчина и 39-летняя женщина. Их задержали в соседней Мариел. Своей вины в содеянном они отрицать не стали и сразу признались в угоне. В скором времени полицейские вернут автомобиль законной владелице. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угон». Статья предусматривает от штрафа в 120 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 5 лет. Полицейские предупреждают о необходимости заботиться о собранности своего имущества. Не оставлять ключи на видном месте и тем более не забывать их в замке зажигания даже во время коротких стоянок. Не оставлять открытыми окна и двери машин. Забирать из салона все документы и ценные вещи. А также установить противоугонные устройства. Ранья Абдрахманова, Вызов 112. 24 сотовых телефона обнаружили и изъяли сотрудники исправительной колонии номер 8 в Альметьевске при попытке незаконной их доставки в исправительное учреждение. Проверяя оперативную информацию о готовящемся проводе запрещенных предметов, сотрудники УФСИН досмотрели автомобиль Мазда, который должен был проехать на территорию колонии. Машина уже стояла перед шлагбаумом. Телефоны и зарядные устройства были спрятаны в передней панели и задней двери иномарки. Сейчас по данному факту проводится проверка. И это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. До встречи. Не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин